Всем привет! Мазда 6 2006 года выпуска. В этом видео будем снимать задний замок багажного отделения. Я его буду снимать для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся все детали данного замка, а при необходимости смазать их. К тому же клавиши открытия капота точно нужно смазать и разобрать, так как она при нажатии не отходит назад. Снимаем внутреннюю обшивку багажника. Для этого нам нужно снять пистоны, которые очень легко вынимаются. Возьмем, например, тоненький ножичек, слегка подцепим центральную часть пистона, а потом вытаскиваем его. Все очень просто. Такую же процедуру проделываем и с остальными пистонами. Если вы их все сняли, то у вас должно получиться их 16 штук. Так, осталось снять ручку. И снимаем внутреннюю обшивку. Обратите внимание, она у меня обклеена шумоизоляцией на клеевой основе. Смотрим, личин для доступа в багажник с помощью ключа вся в смазке, но мы все равно снимем ее и почистим. А вот шток клавиши открытия багажника ходит с затруднением, о чем я уже и говорил. Я тяну шток на себя, а обратно он не возвращается. Приходится отжимать его обратно руками. Эту клавишу вместе со штоком мы тоже снимем. Почистим, разберем и смажем. Так, снимаем механизм замка. Для этого отсоединяем два разъема и откручиваем два болта ключом с головкой на 10. Теперь нам надо отсоединить две защелки, к которым подсоединяются приводы. С левой стороны на клавишу открытия багажника. И справа на личину. Все отсоединяется очень легко, без использования всяких инструментов. Как только мы отсоединили все два привода от замка, он оказывается у нас в руках. Видим, что замок в отличном состоянии и практически весь в маске. Убираем его пока в сторону. Видим, как плохо ходит клавиша открывания багажника. Чтобы снять эту клавишу, я рекомендую снять вот эту пластиковую накладку. Для этого нам надо отщелкнуть с внутренней стороны клипсу, который находится с левой стороны, и открутить три гайки, которые также находятся с внутренней стороны. Чтобы было их проще найти, скажу, что эти гайки накручиваются на длинные болты. Отщелкнули клипсу. Теперь что-то держит эту рамку с правой стороны. Посмотрим. Откручиваем личину. Сначала левую гайку, потом правую. Хочу высказать свое удивление. Несмотря на то, что машина 2006 года, все откручивается очень легко. И все детали, вплоть до гаечек и болтов, выглядят как новые. И все детали в заводской смазке. Мы ее почистим и смажем, и поставим на место. Теперь с наружной стороны снимаем накладку. Но в моем случае просто так ее не снять, так как мне мешается рамка номера. Пришлось ее открутить. И вот тут-то можно сравнить. Как трудно откручиваются вот эти болтики, держащие рамку номера. Надо будет их смазать. Приоткрутили рамку. Сдвинули ее чуть в сторону. И теперь снимаем накладку. Откручиваем два болта. Также подголовку на 10. И путем поворачивания в разные стороны вытаскиваем клавишу вместе с приводом. Видим, что все здесь захрясло. И надо ее смазать и разработать. Смазали, разработали. И теперь клавиша ходит легко и не заедает. Также добавим смазки в места, где ходит сам шток. Ставим клавишу на место, прикрутив его двумя гайками изнутри. Смотрим. Теперь она ходит, как и должна. Теперь почистим и смажем личину. И ставим ее на место. Прикрутив одной гайкой с левой стороны. Не забываем про привод. Он должен находиться в таком положении. Ставим пластиковую накладку на место. Которая, напоминаю, прикручивается с внутренней стороны тремя гайками. И одной защелкой. Поставили на место накладку. Теперь прикручиваем рамку номера. Предварительно смазав болтики с маской. Теперь переходим к замку. И проверим его механизм. Нажимаем сюда. Мы создаем видимость, что багажник закрыт. Двигаем в такое положение эту деталь. Замок закрыт. Движением клавиши нажимаем. Багажник не открывается. Так и должно быть. Поворачиваем ключ в положение открыто. Нажимаем клавишу. Багажник открылся. Замок у нас в отличном состоянии. Смазан. Но мы еще немного добавим смазки. И ставим его на место. Вот этот электрический привод открытия и закрытия замка. Мы разбирать не будем. Хотя он и запаян. Разобрать и собрать его можно. Но лезть в него советую я только если вы на 100% уверены, что в нем что-то не так. Так как при его разборе надо постараться запомнить в точности, в каком положении стоит вал и пружина, находящиеся под ним. Вставляем два привода на свои места. Защелкиваем их. И прикручиваем замок двумя болтами. Также головкой на 10. Затягиваем. Вставляем две клеммы. Ставим на место внутреннюю обшивку. Как по мне, так ставить ее сложнее, нежели снять. Так как некоторые клипсы у нас с немного загнутыми лепестками. И запикнуть их в отверстие будет сложновато. В этой ситуации можно прибегнуть к помощи пинцета или все того же тоненького ножичка. Тем самым направляя погнутый лепесток в отверстие. После этого нам остается только нажать на центральную часть клипсы. Поставили все 16 клипс и поставили внутреннюю ручку. Таким образом мы сняли систему замка багажника, смазали ее и поставили все на место. Кому это видео было полезно, поставьте палец вверх. А также подпишитесь на мой канал, если не трудно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok